В некоторых СМИ вот так и представляет Александр Невер. Макай, пожалуйста, ручки. В общем, мы готовы уже на данный момент инвестировать. Чтобы сразу разберись какие-то сомнения по возникновению каких-то конфликтов интересов между стратегическими партнерами, хотел бы ответить, что наш стратегический партнер нацелен на проекты, имеющие международный потенциал. Поэтому мы открыто в этом плане и приглашаем к сотрудничеству. Я убежден, что у нас в программе финансовой инновации возникает только в децентрализованной, самоорганизующейся, свободной среде. И только при объединении лучших ресурсов. Именно это и хотелось бы реализовать здесь, в этом месте. В качестве партнеров мы видим не только банки, в том числе интернет-компании, сотовые операторы, страховые компании и даже религиозные компании. Если вы знаете, есть такое направление «Исламские банки». И в этом направлении тоже есть много проектов, и, конечно, хотелось бы найти стратегического партнера, который взял бы под патронат это направление. Пару слов о этом месте. Мы выбрали его не случайно. Финтех, по моему убеждению, должен находиться именно здесь, в Москве-Сити. Это место с самой лучшей инфраструктурой. Здесь огромное количество клиентов для финтехка. Вам в вашей работе, желаю сберегу, а лицо его работе, биткоин, блокчейн, надеюсь, мы продащим, и наш регулятор его не изобретит. Собственно, финтех, как видите, растет и развивается. Думаю, что вы в правильном месте. Удачи вам с вашими проектами. Своей стороны будем рады вам помочь. Спасибо. Друзья, по праву руку отменяем. Мне кажется, вам там весело, дружный куча, но давайте маленький технический период. Попробуем перетечь, так, правдоверно, по залу. К нам народ еще подходит. Давайте самые смелые перемещаемся, чтобы... Так, видите, ручки. Окей. А вот группа в этом секторе, если не предприниматель, инвесторы, предприниматель, просто руки не подняют. Хорошо. Первый вопрос был. Сколько времени есть? Пара минут есть? Вот посмотрите сюда, пожалуйста. Кто может без подсказки, кроме вот этих слов, на русский язык перевести? Ладно, не спрашиваю, есть программисты или нет, никто не может. Вот, в общем, я предложил ребятам вот это внести в такой вопрос, или в какой стартат вы можете перевести, то принятый, приходите во второй, посмотрите, считает, на пальцах сидит. 42, 1, 21, 1, 1. Я не знаю, что они хотели загадать этими цифрами, но я утром просто вспоминал, вспоминал. Все, что про... Про... А, это... Это лингвисты, пожалуйста. Ладно, 42. 42, все понятно. Значит, ладно, теперь посерьезно посмотрите. Я, правда, давно, лет 12 или 13 назад начал проекты, никаких слов стартапы, наверное, еще мы тогда не знали. Сейчас у нас проект, ради которого мы все остальное позабросили, чуть-чуть инвестируем. Мы занимаемся финтехом, всем советую. Я реально уникальную вещь наблюдаю, что, с одной стороны, все говорят, кризис, а с другой стороны, в дневных учетах я вижу, что наш проект растет, и другие коллеги в нашей сфере, и в соседних сферах растут, и опровергают историю про кризис. Второе наблюдение очень важное, что, несмотря на кризис, то, что рынок схлопывается, бизнес-то-бизнес, модели схлопываются, и все проекты говорят, ой-ой-ой, мы все умрем, но, что, наверное, несомненно, одновременно за месяц, за последний, вот вспомните, три важных новости. Месяц назад, примерно, мы увидим, что инкубатор 500 стартапов припадет в Россию. На прошлой неделе мы видели новость, что свой фонд Таир Рябинько привлекает деньги Абрамовича, и сегодня мы видим новость, что открывается независимый и государственный частный выношник, а сколько вы называете, проект, который призывает плюшками, о которых можно только мечтать. И стартап, и... И они пытаются создать эту среду здесь. Спасибо им большое. О себе вкратце. Мы международная команда, которая делает определенные финтех-проекты, основанные на хранении и опроботке больших объемов данных. У нас есть реализованный донейшн сервис финансовый совместно с одним из ведущих банков. И мы являемся резидентом этой площадки и будем здесь развивать дальнейшую нашу идею. Спасибо. Субтитры создавал ребятам, что выступали несколько команд, резидент у нас уже несколько есть. Все они уехали, обещали вернуться. Вернуться, но у нас история такая, что... Выбираем слово Ивану Тихонову, он у нас отвечает за кресло. Здравствуйте, меня зовут Иван Тихонов. Я основатель информационного сета о криптовалютах, криптотехнологиях, бейс-квидея. Но сегодня я хотел бы от имени Блодчейн комьюнити рассказать пару слов о Блодчейне. Почему это интересно, почему это важно. Во-первых, сколько вообще это существует? Самый успешный проект, который использует Блодчейн, он уже существует 6 лет. Это Битвэн. То есть в 2008 году его более-менее писали, в 2009 году запустили, и вот до сих пор он успешно работает. Я самому Блодчейн показал, что он действительно может работать. Но люди посмотрели, что на него можно сделать, и поняли, что финансы это далеко не единственное. То есть это маленькая постойка. Можно делать очень большое количество сервисов. Наши...